Деншин Дроп, самый лучший сайт с примадемами и лунами, все выводы происходят через Куда Шоп официального партнера Деншина, с тебя ее ID, с ник примадемы выводы моментальные, ни одного случая баны или списания, а также постоянные раздачи где победить может абсолютно каждый, сам пользуюсь, ссылочка где? в описании некоторым из вас возможно интересно где я был в последнее время основная причина по которому я ничего не загружал заключается в том, что нет особо никакой новой информации или новостей, о которых можно было бы рассказать я не хочу разочаровывать вас повторяющимися новостями если вас интересует утечка, которую мы получаем в последнее время позвольте мне сказать вам, что все что мы получаем сейчас это незначительные изменения Барликина только это не более того, но сегодня все по другому теперь у нас есть подробная информация о 4 звездочных персонажах которые могут появиться на первом этапе версии 4.6 однако нам по прежнему не хватает информации о 4 звездочных персонажах которые могут появиться во второй половине как многие из нас уже знают, Тарлетина и Линни появятся в первой части версии 4.6 чем ранее упоминали большинство разработчиков что же касается баннера с хроникой, представленного в этой версии то в настоящее время он неизвестен некоторые люди предполагают, что мы можем получить баннер с хроникой от Льюэ но я не уверен откуда взялась именно эта информация неясна будет ли баннер с хроникой в каждом обновлении или это будет через версию 19 апреля новые промокоды еще в моем телеграмме ссылка в загребленном комментарии я наткнулся на статью, в которой упоминалось, что выпуск баннера с хроникой зависит от места проведения главного события изначально это казалось логичным поскольку в версии 4.5 у нас было главное событие где? в Манштаде и баннер с хроникой именно в Манштаде однако похоже, что эта логика не совсем применима к версии 4.6 основное событие скорее всего там будет происходить в Инадзуме что позволяет предположить, что мы можем получить баннер с хроникой Инадзумских персонажей но я не совсем уверен потому что у большинства персонажей Инадзумы недавно появились баннеры так что для меня баннер с хроникой Инадзумы отпадает и не имеет никакого смысла но в любом случае, что касается 4 главных персонажей, которые появятся на первом этапе это скорее всего Линет, Фремене и Беннет если вы с нетерпением ждали появления кого-либо из этих персонажей ура! вас ждет приятный сюрприз эти 4-звездочные персонажи на первом этапе кажутся достойными особенно с учетом Беннета что касается второго этапа то 4-звездочные персонажи по-прежнему остаются загадкой это немного подозрительно, не так ли? действительно ли? у Байджу так скоро появится еще один баннер тем более, что у нас он был совсем недавно и даже Реран Сайна теперь кажется более вероятным я имею ввиду, да, Реран странненько возможен но, честно говоря, я не думаю, что мы увидим его Реран но это только мое мнение и все может измениться и поменяться мы до сих пор не получили никакой новой информации о баннерах что может означать, что они уверены в составе или просто не получили никаких новых утечек но посмотрим, как пойдут дела дальше поделитесь своими мыслями в комментариях подписывайтесь на канал также забирайте промокод 12 апреля в моем телеканале ссылка в закрепленном комментарии и пока-пока!